Возможно, временное замутнение воды. Объявление с таким содержанием – привычное явление для нашего города. Ржавая и мутная вода все чаще стала течь из кранов саровчан. О своих переживаниях жители активно сообщают в социальных сетях, для наглядности прилагая фотографии. Сотрудники Горводоканала обозначили три официальные причины проблемы. Первая – аварийная ситуация с запорной арматурой. При проверке запорной арматуры выбил санник, что привело к затоплению, к катастрофе. Ни один абонент не был отключен, поэтому чисто по-технически назвать аварией нельзя. Это прецедент, но прецедент очень крупный. Две другие причины – это переход с городского на Аргенский водозабор и изменение показателей потребления воды саровчанами. По состоянию систем Горводоканала на сегодняшний день на участке трубопровода длиной 100 километров. Износ составляет почти 100%. Если быть фантастом, то можно сказать, что если все 200 километров, порядок цифр такой, водопроводных сетей единовременно заменить, то да, может быть, на год, на два, на три, может быть, это поровненно решится. Но это практически нереально. Когда из кранов на кухне и ванной в течение нескольких дней течет мутная или хуже того ржавая вода, у людей возникает закономерный вопрос, а опасна ли она для здоровья и при использовании в быту. Вся эта вода, это наша же хорошая питьевая вода, просто в которой железо из одного содержания перешло в другое и влияет на органолептические свойства. То есть нам смотреть на нее неприятно и пить ее неприятно. Все остальное в этой воде осталось, все тоже, все так же. То есть она не несет с собой никакой эпидемиологической опасности. Сотрудники Горводоканала уверяют, что изменение качества воды в худшую сторону в течение лета происходить не будет. Но это в случае, если не возникнет аварийных ситуаций. Тарец Апорыгина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.